Очень напряженный матч. Мы очень много атаковали, много было хороших комбинаций, хорошо играли пас, но в то же время хорошо в обороне играл Хабаровск. Хабаровск защищался большой группой игроков и это позволяло нам большие сложности в этом плане были. Мы постарались сделать замены, усилить атакующие действия. Хорошо, что хорошо все для нас закончилось, но, на мой взгляд, мы на победу наиграли. Мы имели достаточно серьезные преимущества. В российской премьер-лиге самые сложные игры с командами, которые находятся внизу не только у нас, и у любой команды, потому что экстремальная ситуация, очень большой настрой. Игроки стараются выйти из этого положения, но я бы хотел отметить наших игроков, которые двигаются вперед. И они, во-первых, были очень и очень сконцентрированы на этом матче, и они его провели блестяще в таких сложных погодных условиях. Мотивация хорошая была, но на все это я бы хотел, наверное, сказать и ответить так. У нас четыре команды есть, которые, наверное, сложно в ноябре играть по погодным условиям. Сложно людям ходить на футбол. Но, я так думаю, при составлении календаря эти четыре команды, наверное, могут играть больше матчей в сентябре, в октябре, в августе. Чтобы был настоящий хороший футбол. Но сегодня в Хабаровске хороший матч, благодаря игрокам. Игрокам тоже нужно беречь и одних, и вторых. Минус 12 градусов, наверное, нигде в мире не играют, только у нас. Наверное, нам надо определиться, при скольких мы градусах можем играть, а при скольких мы не можем играть. Наверное, это должны быть конкретные вещи. Потом я не понимаю, что такое резервное поле. Резервное поле используется тогда, когда стихийное бедствие или когда для игроков очень вредные условия. Вот это мне интересно. Я думаю, наверное, нужны игроки, которые есть в каждой команде, их нужно беречь, беречь их здоровье. А это у нас не происходит. Не только мы, а до этого все были разговоры, локомотив боится ехать. Поэтому вот он эту историю затеял. Локомотив никого не боится. Вот локомотив приехал сегодня, играл достойно. Вот и все. Вот как раз это та же история, о которой мы говорили. Значит, в каждой игре в холодную погоду обязательно будет травма. Вот у Игнатьева травма. Вот я про это и говорил только что вам. Все, спасибо.